Всем привет! Я после длительного перерыва, который было незаметно, потому что видео у меня выходили с тем промежутком, который я запланировала. Я и моя дочь, которая мне помогает. Но что я хочу в этом видео делать вместе с вами. И сейчас я вам покажу. Мне в секонд-хенде попался классный кусок ткани. Он небольшой. Вот такой узкий и сложен он еще в два раза. И от него я уже отрезала кусочек. Почему я его купила? Во-первых, потому что это был отрез ткани, а не какая-то вещь. Во-вторых, очень классное качество. И я думаю, это хлопок с какой-то вискозой, с небольшим добавлением. Очень красивый принт. Очень красивый. И что еще меня подкупило, когда идут надписи на ткани по кромке, я всегда покупаю эту ткань. Ну, во всяком случае, если цвет мне нравится, то я не сомневаюсь, покупаю. Как правило, это маленькие партии, какие-нибудь эксклюзивные, на заказ какого-нибудь, там, я не знаю, дома модели может такое быть. И я обычно покупаю. Ну, и я ее купила, конечно, на косметичке. Мне нужны косметички. И, как всегда, я уже делаю из нее пиццу. То есть, вот аганза, все сколото. Внутри флизелин. Видно, да? Видно. И уже я сюда приколола шелл подкладочный. Только вот я досмотрела, что я его приколола, как бы, на лицо-изнанка. Но он такой красивый, такого высокого качества, что это натуральный шелк. Я его поставила на подклад. Я его приутюжила, флизелин приплавился. Но я сейчас сделаю стежку, и это будет, это будет красиво. Я на изнаночную сторону. Ну, то есть, это не изнаночная сторона, это внутренняя часть косметички будет. Здесь будет просто серый шелк в цвет на нижнюю нить. Ну, а в эту сторону я поставлю, сейчас подумаю. Или золото, шелк. Или такую, не знаю, как назвать этот цвет. Вот одно из двух. Либо золото, либо вот это. Все, я делаю стежку. Ну, наверное, я даже поставлю сейчас на запись. И потом мы с вами будем дальше шить эту косметичку. У меня большая молния есть. В общем, посмотрим, что из этого получится. Субтитры сделал DimaTorzok Так, стежку я сделала. Это я сразу приготовила замочек показать. И хочу показать, как красиво. Я уже все подровняла. Конечно, удобно с роликовым ножом, когда уже более-менее научился работать. Не могу сказать, что я отлично им умею работать, но посмотрите, как красиво получилось изнанка. Постаралась навести. Чудесно. И то, что я немного прихватила утюгом, в общем-то, не страшно. И рисунок повторяется. Но я очень старалась. Стежка-то у меня уже все лучше и лучше получается. Я учусь вместе с вами. Поэтому, ну, очень довольна. Все. Можно собирать. Я сейчас еще подумаю, как я буду края обрабатывать. Ну, придется, конечно, бейкой обшивать. Или бейкой, или своими тесюмками, которые у меня есть. Ну, я буду делать и поэтапно показывать. Делаю параллельно сразу два. Поэтому показываю один на изнанку, один на лицевую сторону. Сейчас я все это приутюжу. Смотрите, как я вшила. Пришила петельки. И сейчас мне нужно заутюжить, чтобы центр дно и линия молнии совпадали. И вот так я сейчас буду прострачивать. То есть я сейчас заутюжу, запарю, а потом буду прострачивать. Так, следующий этап. Да, я хочу показать, что я прокладывала двойную строчку. Двойную строчку, чтобы молния держалась поплотнее. Плохо наводится. Прошу прощения. Изнанка получилась таким краш-эффектом. Так, мне нравится этот шелк. Можно даже вот такие косметички делать. Или футляры для очков. Очень будет солидно. Только молнии подобрать нужно шикарные. Хорошенько запарила я свои молнии. Ой, молнии, простите. Косметички, заготовки. Сейчас иду делать вот тут строчку. Вот в этих местах. Итак, не забудьте перед тем, как строчить эти края, оставить открытую молнию. Проложила я строчки по бокам, обрезала, но чтобы не испортить свои ножницы, любимые, рабочие для раскроя и шитья, я бытовыми ножницами срезала вот эти части лишние. Следующий этап. Следующий этап. Я оверложила срезы. Ух, что я тут уже развела. Следующий этап я показываю. Очень важно. Я считаю. Я сколола уголки. Сейчас я буду отмерять насколько отрезать. Главное одинаково. И смотрите такой момент, чтобы ваши срезы были повернуты от молнии. И оба одинаково. Чтобы потом не оказалось, что у вас одна часть строчки сюда, эта часть строчки сюда. То есть это будет некрасиво, неприглядно и на лицевую сторону, когда вы повернете, будет некрасиво. Поэтому предупреждаю, это нужно избежать. Все, я делаю срезы. Опять же обрабатываю оверлоком. Ну и пожалуй все. Показываю результат. Постарайтесь как можно ровнее отметить уголки, которые будут срезаться. Что-то уже прорисовывается. Я уже все инструменты задействовала, какие только можно было. Осталось проложить строчки рядом со строчкой оверлока. Я не стала на четырех нитках строчить, хотя оверлок у меня четырех ниточек. Вот показываю. Прокладываю строчку и самый волнительный момент. Если все испортила, видео не выйдет. Завязала на узелочке, обрезала как можно плотнее, но чтобы не развязались. Все, выворачиваю и смотрим, что у меня получилось. Та-дам! Слава Богу, я очень рада. Посмотрите, какие получились красивые косметички. Дорого-богато. Можно прицепить колечко, можно на колечко прицепить какую-нибудь штучку. Очень удобно с этими петельками. Вообще мне это больше всего форма нравится, косметички. Она как-то смотрится, знаете, ну шикарнее, солиднее. Может быть они немного получились такие вот мягкие, но у меня вся жизнь впереди. Следующие будут более плотные. И, в общем-то, я довольна. Я думала, неровный срез очень себя некрасиво покажет. Все нормально, все чудесно. В таком фасоне не сыграло роль то, что несколько перекошено. Ну, может быть, такой цветок, понимаете, переходит. В общем-то, я очень довольна. Вот и закончила я делать свои косметички. Все я вам показала. Всех целую и обнимаю. Лаки вас целуют и обнимают. Оно мерзнет у нас сегодня целый день. Уже всю неделю, скажи, мерзну. Хватит целоваться. Всех целуем и обнимаем. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь в соцсетях. Очень вас об этом прошу. Очень вам благодарна тем, кто делится. В Одноклассниках мои друзья, несколько человек, всегда делятся моими работами, моими роликами. Это помогает продвижению моего канала. Поэтому, ну, это не так сложно нажать поделиться. Всем пока. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова